А творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин Представляю мою очередную передачу, мою творческую студию С вами я, специалист в области позитивной психологии Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин Такой у меня поздний ланчи-бранчи в моем ресторане La Caffe de Beauty Супчик из красной фасоли С перловочкой я уже покушала Сейчас жарю себе такие лепешечки Так что вот, кушаю Но она же ни одна минуточка с вами даром не проходит И слушаю Наталью Борисовну Правдину Ее вебинар Вот такие вот зла О духовности Пожалуйста, выучите это нам Предлагаю и вам присоединиться и послушать Так что вот, очень интересно Очень интересно Это седьмой заключительный Ее активация чанкар Седьмой аудиосеменаж Почему я настаиваю именно на английском? Потому что сибетские мантры Умма не под мехом Вы не можете читать по-русски То есть вы можете, но эффект будет не тот Здесь то же самое Это было дано предпределенным людям Марк Элизабет Профит На английском языке То есть это им пришло в медитацию На английском языке Поэтому я настаиваю, чтобы вы читали на языке оригиналы Но если у вас прям совсем еда с английским Я сейчас не говорю по произношению Произношение это вообще ни о чем Я сейчас говорю о суде То есть вот та духовная сила, которая заключена в словах Ну читайте по-русски Но лучше, конечно, по-английски Итак, мои дорогие друзья Я взяла это часть из своей жизни Это часть моей жизни Я так живу Я так живу Я так дышу Я не знаю, это моя суть Если вы хотите понять, в чем секрет Ухо металли правды Это вот в этом Понимаете В этих духовных устремлениях Да, это и, конечно, дисциплина Да, это, конечно, очень много Тех вещей, которые я делаю И работаю И так далее Но поверьте Вот эти духовные обращения Это часть меня Они вошли в очень глубоко в плоти крови Это моя сущность Это вот Это вообще ни о чем Я сейчас говорю о суде То есть вот та духовная сила, которая заключена в словах Ну, читайте по-русски Но лучше, конечно, по-английски Итак, мои дорогие друзья Я взяла это часть из своей жизни Это часть моей жизни Я так живу Я так живу Я так дышу Я не знаю Это моя суть Если вы хотите понять, в чем секрет Ухо металли правды Это вот в этом Понимаете? Я просто хочу обратить ваше внимание Секреты Секреты богатых и знаменитых Все-таки Наталья Борисовна Правдина За 20 лет Проданы ее книг Тиражом больше, наверное, 10 или 20 миллионов экземпляров Она делится с вами секретами Вот Сейчас мы более подробно Более подробно посмотрим ее Речь идет о велениях Вознесенных владык Я так понимаю В этом она говорит ее секрет Вот Так что вот Как-то вот она не упомянула Что секрета ее успехов в фуншуи То, что в принципе она начинала заниматься в фуншуи А именно в духовности Вот А на другом своем видео, которое я просматривала вчера Она сказала, что да В принципе такой очень интересный будет следующий год А 2022 Вот И что Ну я так немножко Как бы так это Сказала Легко Сказала Чтобы Этот год 2022 Прошел Удачно И успешно Упор нужно делать На духовности Вот Но это там Видеосеминар Она начала С тем, что Как бы это Высшая чакра Соединяет С божественным Вот Не знаю На самом деле Знаете Если посмотреть историю В общем Ну На самом деле Этот вопрос Я так думаю Что Татьяна Салманова Не нужно еще Заинтернетить В общем На самом деле Как-то очень Я считаю Что круто сказано Круто сказано Так что Вот Я просто Из-за Той информации Которую я Смотрю Вообще Огромное количество Смотрела Что Это Высшие Духовные Чины В качестве Высших Высшее Духовенство Соединяло С тебя С божественным С помощью Знаете Они называют Такие Вот Не зря Знаете Как там Тиар В общем Понимаете Акцентируя Внимание На Ну Они наверное Не говорят Чакры То есть Чакры Это немножко Наверное Не в их понятиях Чакры Вот Просто Если посмотреть Из древних времен Там даже Некоторые делали Такие манипуляции Чтобы как-то Вот они считали Что да Вот именно Соединяет Божество Наверное Это потому что вот Встаешь Знаете что Ближе всего к небу К облакам Так что Это голова Это макушка То есть Ну в общем Как-то вот так Я бы сказала Немножко такой Дискуссионный вопрос По поводу Давайте сейчас С самого начала Я вам сейчас Включу этот Видео Видео Семинар Наталья Борисовна Мы Самый-самый Ну заключительный Заключительный День Что могу сказать У нас с вами сегодня Седьмая чакра И все Что с этим Связано То есть Это самый-самый Высокий уровень Но прежде чем Мы приступим Я по традиции Конечно Благодарю Всех своих Помощников Я благодарю Всех своих Ангелов Архангелов Наставников Помощников Из тонкого мира И всех Своих учителей Которые мне Давали и продолжают Давать знания И за то Что я имею Возможность Благодаря Современным Стрессом связи Доноситься Знания До вас Мои Дорогие Итак Поехали Большая чакра Мы с вами дошли До седьмой чакры Это Связь С Божественным Более Тонкую Настройку Я проведу Во время Нашего занятия С вами Кундаринь Йога Сейчас же Мы поговорим Как С помощью Знаний О том Что Наша Высшая Чакра Соединяет Нас С Высшим Миром Тонким Духовным Божественным Как Это Может Помочь Изменить Знаете Это очень Такой Интересный Вопрос Это Как Православие Знаете Как Это Обычный Человек Такой Верующий Он Должен В принципе Исповедоваться Регулярно Причащаться Ходить На службу Это Немножко Так Издалека Немножко Так Как Обыватель Вот Просто У меня Вот Такой Разговор Зины Которая Ну Куда Там В этой Богодельной В монастыре В общем На самом деле Она Как раз Один раз Назвонила И Тоже Да В общем Нужно Исповедоваться И так далее В общем Он имел ввиду Посещать Церкви В общем Священников И так далее Вот Я так понимаю Что у них Наверное Такая возможность Поскольку Они там В монастыре Живут На московске 50 или как там Или 150 100 Ну вот Здесь Санкт-Петербурге Я у нее спросила Я говорю Зина А Вот Обычный Человек Исповедуется перед священником А Перед кем Исповедуется Сам священник Ну я Поскольку Там подробностей Особых не знаю Чтобы Ну я Знаете так это Метафорично Говорю И образно Я так понимаю В церкви Православной Существует Определенная Иерархия Которая Ведет К Метрополиту Всея Руси Это Которая Выходит В таких Шикарных Одеждах В такой Тиаре Наподобие Короны На голове Вот Я Я у нее спросила Я говорю Зина Вы очень интересно рассказываете Но я У меня какие то есть вопросы Я конечно понимаю Зина она не специалист Но она там Во многих вопросах Уже как знаете Как то подкована Вы понимаете Вы понимаете Такой обывательский взгляд Чтобы Сказать вам Очень Понимаете Чтобы сказать Так вы знаете Очень точно И на сто процентов Это нужно Знать Православие Вообще Историю православия Историю священства То есть Нужно быть в этом С большим специалистом Вот Я немножко Провожу параллель между Вот Вы поняли Да Так мой вопрос К Зине был А Перед кем Исповедуется Патриарх Интересный вопрос Правда Я не помню Что она сказала Но по-моему Мы с ней так вот Рассуждая на эту тему Она и сказала Вот Ну точно я не помню Но мы к ней пришли С ней пришли к выводу Что патриарх А перед кем Он будет Исповедоваться Не перед нижними же чинами Духовенство Правильно Я так понимаю Что он может обратиться С молитвой к Богу Исповедоваться Перед Богом И он как бы соединен С Божественным А все остальные По иерархии Они Вы меня понимаете Да Это немножко Обывательский взгляд Немножко обывательский взгляд Так что вот Ну и еще такое Сейчас подождите Я сейчас переверну мою лепешечку Лепешечку переверну Понимаете Мы не так много знаем Я тоже знаете С бабушкой ходила В Никольскую церковь Там знаете Вообще очень знаете Такие песнопения Все вот как то вот Все это шикарно И церковь шикарная Обстановка И иконы И свечи Но понимание Вообще очень мало было И бабушка мне ничего не рассказывала Что к чему и вообще в общем на самом деле А так конечно с свечами пахнет Такое песнопение А если еще на службу прийти там Вот этот как там Такие эти штучки То есть все это очень Как знать театрально Очень театрально Ну в смысле не то что театрально А такая в общем ну такое действо Очень такое завораживающее действо И лет шесть назад Лет шесть-семь назад Показывали фильм Борджия Про одного из пап римских Борджия был сериал Я думаю ну все Сейчас я там уже про банку посмотрела Мессинга посмотрела Про Екатерину посмотрела Думаю сейчас я ознакомлюсь Помню покушала Так это супчик Борщик как обычно Погуляла Борщик по-моему вечером Этот сериал показывали Сейчас Алмана так это Погуляла часа два Борщик покушала Думаю все Сейчас вечерний сеанс Борджия сериал Буду смотреть каждый день Я не знаю Я этот сериал Вот на ютубе можно посмотреть Я была просто в диком шоке Я вообще понять не могла О чем это вообще Там показывалась жизнь Борджия Его семьи Личная жизнь И так далее В общем Я тогда Я по-моему посмотрела две серии Я больше вообще просто смотреть не могла От того шока Который я увидела Я не хочу вам негатив пересказов Там была борьба за власть Там была борьба за кресло Там была борьба любыми способами Ну там кого-то убрать Я вообще понять не могла Это что Это наместник бога на земле так поступает И понимаете Я вот так вот смотрела Я думаю Я думаю Что это Что это показывает Или это пошутили Потом я через две серии подумала Я не знаю То ли сценаристы пошутили Но их бы давно бы уже повесили наверное Если бы они пошутили на эту тему Их бы давно бы уже католическая церковь расстреляла за этот сериал Я была просто в диком шоке Там были убийства Разврат Там было столько вообще В общем вы поняли да И у меня возникли большие сомнения Что надев вот эту вот Пап Как там называется Папскую вот эту одежду Его Как говорится Создатель неба и земли захочет слушать Это мое субъективное мнение Я вам высказываю А потом я подумала Если такое Если такой он Что можно ожидать от павст От обычных людей Вообще ничего Вообще ничего ожидать не надо Если там такое вообще Наместник бога на земле такое творит Что можно вообще требовать Или там как-то Как он может вообще с кого-то что-то спросить Это во-первых Я была просто в шоке Ну посмотрите Я вам рассказываю Что две серии вот этого сериала Понимаете Вы обратитесь к тем кто его заснял Так что вот Я просто не могла смотреть Я подумала Я вам рассказываю Я вам рассказываю Своё субъективное мнение Поэтому Что уж нужно сделать Чтобы вообще Вот Молитвы Или чем-то соединиться С божественным Или так далее Просто Просто некоторые отступления от темы Такие некоторые отступления У меня сейчас мы дальше послушаем Наталью Борисовну Ну Понимаете В общем Потому что Она что говорит Духовность И то что Ну хорошо Здесь Вообще Немножко разные Одно дело Понимаете Православие Различные религии Другое дело Вознесенные владыки Сен-Жермен Она говорит О обучении Вознесенных владык Она говорит О литониях О велениях Из книги Марк Элизабет Профит Так что вот Ну самое интересное Перед нами Феномен Женщина Которая Добилась Я считаю Огромного успеха Достаточно Огромных Денег И огромных Продаж Своей книги Она популярна Богата У нее Шикарнейшие Комментарии Люди Любят Ее считают Волшебной феей И сказки Так что вот И она говорит нам Что ее успех Связан с духовностью Она сейчас нам Расскажет Даже на английском языке Но вы послушайте Даже в ее переводе Вот это вот Понимаете Там даже Вот эти вот Вот эти два веления У меня соединены В одно Их даже послушайте Там Что каждая строка Из этого веления Вознесенных Владык Это просто Жемчужина Это перевод на русский язык Перевод сделала Наталья Борисовна Правдиной Это я ее Где-то в интернете По-моему в интернете Или в книжке прочитала Изучила наизусть Это два веления По-моему вместе Да Вы вслушайтесь В каждую строчку Она предлагает Это на английском Говорить Я считаю Что Повторяя эти веления Понимаете Судя по всему Судя по всему Судя по всему Вы вслушайтесь В эти слова В этот стих Возможно В этом секрет Обращаясь К духовности Еще раз Смотрите Я есмь Твое великое создание Твоим путем Указанным Иду И чувствовать Судьбы Предначертания Сейчас Ну мне нужно понять Я хотела Прочитать по строкам И это Мне нужно Всем стихом Прочитать Потому что я Ну сбиваюсь Сбиваюсь Просто я хотела Каждую строчку Отдельно Понимаете И обратить внимание Что в каждой строчке Это обращение Вообще К высшему Понимаете И как раз Здесь идет Речь Значит Второе Значит так Значит так Ну вот в общем Короче Вы меня поняли Да Это как молитва Святого Франциска Азийского Которая написана На буклете Сергей Сергеевича Коновалова Совершенно уникальная Молитва Которую он предлагал Читать Перед Какими-то сеансами Там основным Сеансом Сеансами Дома Брать Уже Наталья Борисовна Потому что Все-таки Все-таки Знаете Я изучаю Это моя Творческая студия Позитивного мышления Просто с вами Делюсь Знаниями Жемчужинами Что мне удалось узнать За много лет Больше двадцати лет Я занимаюсь Позитивным мышлением Смежными науками Эти жемчужины Так что вот И мы слушаем Что говорит Успешная Богатая Женщина Наталья Борисовна Правдина Как ей удалось достичь успеха Так что вот Ну что И скажем Я духовный Добрый Любящий И богатый Человек Еще раз Все вместе Я духовный Добрый Любящий И богатый Человек Еще раз Я духовный Добрый Любящий И богатый Человек И давайте мы с вами договоримся, что вот эти ложные убеждения в отношении того, что богатый, обеспеченный финансово богатый человек не может быть добрым, сострадательным, любящим, нежным, духовным, больше никогда не тревожит вас. Договорились? Великолепно, великолепно, великолепно. Так вот, мои дорогие, сегодня я дам вам мои любимейшие настроения, мои любимые афференации, духовные, которые выключили лично меня из такого болота, о котором мне даже сейчас страшно вспоминать. И те из вас, мои дорогие, кто, возможно, находится в аналогичном состоянии, кого-то может быть уволили, кто находится в страхе, что его могут уволить, да, а там деньги, кредиты, ипотеки и так далее. Послушайте меня. Если вы будете использовать этот духовный инструмент, у вас всегда все будет хорошо. Итак, я сейчас говорю об духовных настроях, нацеленных на изобилие, и которые реально привлекают в нашу жизнь благополучие и улучшение жизни во всех ее областях благополучие. Абсолютно. Эти летания, так называемые, эти повеления, повеления я изучила, когда я еще находилась в Америке, я до сих пор понимаю, что все исказания в жизни человеку даются не просто так, это действительно переломные моменты в жизни, которые дают тебе новое видение, раскрывают, да. Так вот, я их выучила на английском языке. Сегодня я вам их и дам... Сейчас еще такое небольшое отступление, если вы знаете, есть такая Валерия Лукьянова, даже она, знаете, как там, даже ее взяли, куда там, женщин туда вообще не принимают, она, по-моему, там, единственная, или как-то вот этого, или женщин стали. Уж забыла, как это называется там эти... Масоны, масоны. Потому что масонская организация, она вообще мужская. Так что вот, как Валерия Лукьянова на своих видео очень тоже популярная, блогеры вообще, она преподает, и, в общем, на своих видео она говорила, в общем, что, давайте как-то все это... Считайте, что это как-то новое, все новое, обнулить, вообще все грехи уже прощены, все прощено, и, в общем, как-то вот это вот... Все так это обнулиться, и сначала, и сначала. Так что вот, так она очень интересна, очень-очень интересно. Так что вот, по поводу, в общем, как-то сбросить груз лета, и, в общем, сбросить это, ну, в общем, это как немножко, то есть, и так часть, часть ее, то, что она говорит на своих видео. Ну, вот, ну, в общем, я просто вам вот озвучила то, о чем она говорит. Ну, если какие-то вопросы, вы можете посмотреть ее видео на ютубе и задать ей вопросы. Она тоже очень популярна, у нее огромное количество подписчиков, она очень много всяких комментариев, очень шикарная, красивая девушка. Вот, вот такие вот дела, вот такие вот дела. Ну, это ее такая позиция, понимаете? Ну, это, наверное, то, чему она учит, и, в общем, как-то вот это. Это ее такая позиция, ну, вот. Кстати, в одном из первых своих видеосеминаров Наталья Борисовна тоже предлагала обнулить, знаете, как списать все свои, в общем, как там, грехи и так далее, если были какие-то грехи и ошибки, все это как-то вот это вот обнулить, как-то она это говорила. Надо это будет один раз, вот, один раз я помню, она на своем начальном, начальном вот этом видеосеминаре. Значит, возможно, тоже у нее такая позиция, но вы и поинтересуетесь. Так что, если вам интересно, вы у нее и поинтересуетесь, как это может быть и так далее. Вот она вообще советует фэн-шуй заниматься, мантры читать и по 108 раз. Есть люди, которые вообще читают мантры и вообще какие-то вот такие вот там литания, знаете, там, не знаю, может быть даже часами и так далее. И на английском, и на русском языках. Но хочу вам сказать, что если у вас есть хотя бы вот хоть какое-то познание в английском, пожалуйста, выучите это на английском языке. Почему я настаиваю именно на английском? Потому что тибетские мантры, ума не под мехом, вы не можете читать по-русски. То есть вы можете, но эффект будет не тот. Здесь тоже самое. Это было дано просветленным людям Марк и Элизабет Профит на английском языке. То есть это им пришло в медитации на английском языке. Поэтому я настаиваю, чтобы вы читали на языке оригинал. Но если у вас прям вот всем вида с английским, я сейчас не говорю по произношению. Да, произношение это вообще ни о чем. Я сейчас говорю о суде. То есть вот та духовная сила, которая заключена в словах. Но читайте по-русски. Но лучше, конечно, по-английски. Итак, мои дорогие друзья. Я взяла это часть из своей жизни. Это часть моей жизни. Я так живу. Я так живу. Я так дышу. Я не знаю. Это моя суть. Если вы хотите понять, в чем секрет успеха Натальи Правдиной, это вот в этом. Понимаете? В этих духовных устремлениях. Да, это, конечно, дисциплина. Да, это, конечно, очень много тех вещей, которые я делаю, и работаю, и так далее. Но поверьте, вот эти духовные обращения – это часть меня. Они вошли очень глубоко в плоти крови. Это моя сущность. Это вот меня разбуди. Я вам наизусть это тоже скажу. Понимаете? Итак, давайте мы с вами настроимся. Сделаем вдох. Выдох. Вдох. 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 Сядьте спокойненько. Послушайте, как я вам их прочитаю. Итак. Вдох. 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 Собственного богатства Бога, изливающего сокровища света, ныне получающий полный изобилие, чтобы восполнить любую нужду жить. Запомните эти слова на английском языке, на русском языке и повторяйте каждый день в тот момент, когда у вас только появится какое-то беспокойство, какое-то щемящее душу, мысль о том, что вот, чем платить, а что будет, а упадет рубль, а упадет доллар. Вот читайте это и сделайте это частью своей жизни, как это сделала я, и поверьте, вот то, что вы читаете, то, что вы говорите, действительно станет истиной для вас. Итак, идем далее. Я хочу, чтобы вы записали эти слова, потому что они пришли ко мне в медитации, когда я готовлю материалы, пишу книги, либо готовлю семинары. Поверьте, я всегда нахожусь в состоянии медитации, в состоянии потока. Так вот, хочу вам такие слова донести до вас. Вера в свое великолепное будущее создает ваше великолепное будущее. Вот просто возьмите это от себя. Я хочу, чтобы вы это очень глубоко, на очень тонком уровне прочувствовали, что это действительно так. Так, и я сейчас хочу развить эту мысль и сказать вам о том, что очень важно развить в себе, пробудить в себе высшее существо. Это именно тема нашего сегодняшнего занятия, да, нашего заключительного занятия, ведь я все время показываю, это высшая чакра. Пробудите в себе высшее существо. Просто представьте себе, что вы действительно часть божественной энергии. И вы не просто вот организм, да, вот набор легких, селезенка, желудок, печень, кости, там, я не знаю, суставы, глаза, волосы. Это лишь физическое составляющее. А то, что наполняет этот сосуд, то, что дает ему жизнь, это великая тайна. Это и есть вот это высшее существо, это высшее сознание. И когда вы подключаетесь к этому высшему сознанию, когда вы начинаете ловить вот это состояние потока, прислушиваться к нему, спрашивать совета. Знаете, спрашивать совета не в форумах, в интернет-форумах, где кроме какой-то психологической заразы, мне кажется, вообще ничего невозможно подхватить, каких-нибудь мемов, да, каких-то паразитов, что о-о-о, нас их чипируют, что делать, помогите, спасите. Когда у вас будет вот это понимание, что вы абсолютно и всегда подключены к высшему разуму, к вашему высшему Я, к ангелу-хранителю, я не знаю, как вы это называете, да, к вашим помощникам, проводникам, вот все это, вот все вот эти проблемы, они будут для вас решаться вот так вот на раз, поверьте, дорогие друзья. Поэтому, еще с другой стороны, если посмотреть на это, да, многие люди считают, что общение с высшим возможно только через бытье, через мольбу, ой, так все плохо, там, как все плохо, я там бедный, несчастный, как я говорю, там грешник, да, там бедный, больной, меня девушки не любят, и так далее. И вот такие нынтики, они считают, что вот этими жалобами, они могут разжалобить высшие силы, они дадут тебе какую-то конфетку, в виде того, что, ну вот, на, как бы, кушай, не ной, да, не плачь, на вот эту вот цепь, и так далее. Это вы можете делать каждый день, желательно это читать кратные трех, то есть либо три, либо шесть, либо девять раз. И в заключение нашего сегодняшнего занятия, вы знаете, что для Натальи Аправдина там всегда медитации, там всегда образы, там всегда магия вот этого вот духовного состояния, без которого, наверное, ничего невозможно создать. Мы с вами проведем невероятную, потрясающую мистическую медитацию для реализации вашего желания. Я долго думала, чем бы нам закончить этот курс, и решила, что вот эта практика будет очень-очень хороша. Поэтому все, что вам нужно сделать, это иметь заранее подготовленное желание. Давайте я вам дам несколько мгновений, поскольку у нас все идет вживую, несколько мгновений вот расслабленных. Спасибо за внимание. Махини, Шушулини, Чатух, Шашти, Йогини, Ядиса, Калавета, Лакра. Выдох. Вдох. Мы выливаем направо. Даже когда мы проведем вообще такую общую медитацию на все чакры одновременно и будем их поступательно раскрывать. Но просто в сердечной чакре многие почувствовали удовлетворение, спокойствие, такие благостные были чувства. Это очень-очень здорово, дорогие друзья. И мы с вами идем далее. Сразу же отвечаю многим, многие задают вопрос о том, что как вообще правильно вести работу с чакрами, что нужно для этого делать. Я специально об этом вам скажу в последний день. Тогда же, когда мы проведем вообще такую общую медитацию на все чакры одновременно и будем их поступательно раскрывать. Но просто хочу сказать, что если у вас будут работать все чакры, если они будут функционировать, они будут активно, они будут пульсировать и так далее, я уверяю вас, ваша жизнь преобразится. Ваш пример, это было, как сейчас помню, в таком виде, она говорит... Просматриваю другие. Ваша жизнь преобразится, ваша карта. Это шестой. Это шестой видеосеминар. Активация чакр номер шесть. Которые помогают мне, все те, которые наставляют меня и дают мне возможность транслировать знания благодаря современным методам, современным техническим способам. И, конечно, я благодарю вас, мои дорогие друзья, за то, что вы меня слушаете, за то, что вы хотите стать лучше, за то, что эти семена, правды, истины, бесконечного глубинного знания останутся с вами на всю вашу жизнь. И дай Бог я верю в то, что вы даже передадите это своим потомкам. Я пропускаю через себя поток Божественного сознания. И я доверяю этому сознанию, поскольку мы с вами сейчас уже на более высоком уровне. Мы с вами подошли к шестой чакре. Шестая чакра — это Адзман. Это чакра, которая уже очень близко приближается к самой высокой чакре. И когда я начинаю подходить к высоким уровням вибраций, поверьте, у меня вообще открывается такой поток, я могу говорить без остановки и даже без подготовки. Все мои конспекты и планы куда-то исчезают. И я просто транслирую иногда такие вещи, которые я даже иногда не помню, что я говорю, потому что, поверьте мне, с вами говорю даже не я. Я иногда выступаю в качестве медиума для того, чтобы передавать вам волю и послание более высоких существ. Хотите верст, хотите нет, но вам я могу сказать правду, это действительно так. Много лет назад у меня, ну вот видите, все, пошел поток, уже не могу, уже отхожу от конспекта, от того, что планировал сказать. Так вот, много лет назад у меня было откровение, даже несколько откровений таких, что высшие силы направляют меня сюда для того, чтобы я передавала их волю, их учения для большого количества людей. Для тех людей, которые готовы услышать и готовы изменить свою жизнь и готовы проснуться от того сна, в котором находится большая часть людей, от проснуться от того невежества, в котором находится большая часть людей. И, коль скоро, мы с вами уже дошли до шестого дня, это очень высокая чакра, Ачна. Это чакра интуиции, и сегодня мы будем ее также прокачивать на кундарине йоге. Это чакра, которая собирает все ваши идеи, все ваши воли в пучок. Пучок, который вы можете пробивать пространство, пробивать время, и я сейчас не шучу, когда я говорю о высоких материях, я реально не шучу, я просто нахожусь в этом потоке, и я просто его вам передаю, то, что хотят вам передать высшие силы. Естественно, на более таких общих площадках я это не говорю. Ну, такое небольшое отступление, в общем, кушаю, сейчас, ладно, сейчас, посмотрю. Вам сказать, как это, по-простому, или все-таки таким языком, поэтически. Так, как в Библии написано. Татьяна Салмана нас испугу, даже забыла имя того, кому было сказано. Ну, я это читала, это и смотрела, и читала, так что вот. Был это давным-давно, в общем, услышал один, так скажем, мужчина, что Бог ему велит в Создатель Неба и Земли пойти и передать информацию. Правителю, так скажем, богатому и велителю. Поверьте, он не мог, не сразу он поверил, что вообще с ним Создатель Неба и Земли, вообще он как-то это слышит, и вообще какие-то, может быть, ну, по тем временам так не говорили, там, инсайты, медитация. Что он услышал глаз вообще Божий, что ему нужно пойти, передать, вообще он подумал, что он вообще такой из простых. Прямо правитель его вот, прям вот будет слушать и примет, как говорится, ну, он как бы, вот это вы поняли, да? Ну, конечно, он ничего не делал, он ждал, он подумал, что, ну, как-то вот так и своими словами. Потом ему было сказано, что вот там это посох превратится, ну, в общем, там и куст так далее, то есть, ну, вы, наверное, помните, это библейская, библейская вообще такая часть Библии. Это конкретному было сказано, конкретному человеку, мужчине. А как вы думаете, если бы этот мужчина, например, с кем-то поделился своим вот этим таким откровением, с какими-то соседями там, или с какими-то людьми в его поселении, они были более такие активные, они пришли, ну, он как-то не хочет, а он еще заикался, как-то у него такая речь не совсем была такая, в общем, он в общем стеснялся, вообще вот так вот. Как вы считаете, если бы он поделился своим вот таким вот смятением с какими-то людьми в своем поселении, деревне? А другие бы более такие, знаете, активные, они бы сказали, ну, как там, ты не хочешь, мы передадим. Ну, в смысле, они бы, может быть, и не сказали, вот, послушали бы его, например, что там было сказано ему передать, и сами бы пошли. И сказали бы правителю, ну, вот, да, вот мы услышали глаз Божий, и вот было велено передать. Как вы думаете, что бы произошло? Знаете, как на таком языке говорят, за базар нужно ответить, за базар. Тем, которые, например, вы пошли, это я вам прошу немножко такое, такое метафор, это нужно понимать метафорично, ну, вы поняли, да, в таком вот этом контексте. Как вы думаете, что бы с теми произошло? Это даже не евреи-холокост. Это даже не разборки между какими-то вот это, базар, вот это что-то ответить. Так что вот. Хотя, очень-очень интересно, у Натальи Борисовны Правдиной в ее книге написано, что она адвокат Бога, шикарнейшие чудеса моей вселенной, если вы не читали. Она пишет, что она адвокат Бога, она очень-очень поэтически, очень поэтически. А здесь, в общем, она, в общем, так вот и заявляет. В общем, у нее, больше, я ж только вам, давайте еще немножко так послушаем то, что она говорит. И знаете, такой вот это вот, по типу вот это потом, как это вот, такой вопрос с создателем, как вы думаете, а потом бы вот эти вот люди, которые там пошли бы просто что-то там, потом сказали, ой, ты нас прости, мы там вот это, ну, ты нас прости. Ты вот это, ты ему сказал пойти, ну, а мы сами сходили, ты прости нас. Вы думаете, это бы сработало? В том раскладе, что даже султан Брунея, он говорит всего один раз. Он мне описал. Вопрос он задает один раз. Он меня тогда спросил, сколько вам лет? Я решила так немножко, пожиманничать, думаю, сколько лет, что же я ему вот это вот, что же мне Татьяна Салмановича это посказала? Ей 49 лет, в следующем году будет 50 юбилей, хочется сказать, что мне 18. Я так замешкалась. Он мне так сразу и написал. Вы вообще знаете, что я спрашиваю всего один раз. Даже я боюсь представить. Понимаете, он спрашивает всего один раз. Так что вот, это нужно понимать. А теперь представьте того великого создателя, Бога, создателя неба и земли, который был, был, есть и будет всегда. Ну, давайте послушаем еще Наталью Борисовну правдину. Ну, так что вот. Ну, коль скоро вы мои слушатели, вы те, кто хочет идти. Большая часть людей от проснуться с того невежества, в котором находится большая часть. Было откровение, даже несколько откровений таких, что высшие силы направляют меня сюда для того, чтобы я передавала их волю, их учения для большого количества людей. Для тех людей, которые готовы услышать и готовы изменить свою жизнь, и готовы проснуться от того сна, в котором находится большая часть людей. От проснуться от того невежества, в котором находится большая часть людей. И коль скоро мы с вами уже дошли до шестого дня, это очень высокая чакра, ацна. Это чакра интуиции, и сегодня мы будем ее также прокачивать на кундарине йоге. Это чакра, которая собирает все ваши идеи, всю вашу волю в пучок. Пучок, который вы можете пробивать пространство, пробивать время. И я сейчас не шучу, когда я говорю о высоких материях, я реально не шучу. Я просто нахожусь в этом потоке, и я просто его вам передаю, то, что хотят вам передать высшие силы. Естественно, на более таких общих площадках я это не говорю, но коль скоро вы мои слушатели, вы те, кто хочет идти со мной, я могу вам сказать то, что есть там. Итак, на прошлом с вами, нашем с вами занятии, что у нас было, да? Мы с вами учились относиться к каждому событию в своей жизни с нескольких сторон. То есть даже, казалось бы, там какое-то негативное событие, мы учились его воспринимать по-разному. И хочу как бы как резюме, как вот такое вот дополнение к прошлому уроку рассказать вам даже такую притчу. Да, может быть, какие-то детали я уже не помню, но суть сводится к следующему. Да, сводится к следующему, что все в жизни относительно одного крестьянина пропала лошадь. Ну, поскольку в то время, ну, это было давно, вы понимаете, там лошадь, корова, это очень ценно, это большая ценность, это как у нас машина пропала. У него пропала лошадь, убежала. И его приходили, там, в селяне сочпел, опять пришли соседи, опять. Поэтому надеюсь, что для многих из вас это будет таким серьезной зарубочкой в голове. Не занималась так, как сейчас. То есть я не имела понятия ничего об энергиях, о чакрах и так далее. У меня было какое-то понимание того, что вот здесь, в этом именно, в центре третьего глаза, есть некий пучок энергии. И самое интересное, что я им активно пользовалась, передаю свой опыт вам сейчас, я им активно пользовалась. Представляете, просто привожу такой пример. Едем мы с супругом в машине, навстречу гаишникам, которые явно имеют желание нас остановить. Вы представляете, тут я, Наташенька, которые не знала еще ничего о том, о чем я вам рассказываю. Я просто каким-то невероятным образом фокусировала вот здесь энергию. И посылала вперед, даже не на гаишника, никому не хочу обидеть, да. Просто вперед. Кучок энергии, такой, как я говорила, прожектор силы. Откуда у меня это, я не знаю. Прожектор силы, причем я вам клянусь, я вам клянусь, моя фамилия, правда, но я никогда не вру. Клянусь, этот прожектор силы был голубого цвета. Он был голубого, такого ярко-голубого цвета. И самое интересное, что каждый раз, когда я вот настойчиво и концентрированно посылала вот этот луч своего синего-голубого цвета, у нас никто не останавливал, хотя там были определенные моменты, сейчас не буду об этом говорить, и мы проезжали дальше. Один единственный раз, мои дорогие друзья, один единственный раз. Так случилось, что мой бывший муж, с которым как раз тогда все это происходило, да, мы с ним поссорились. То есть он меня сильно обидел, я сидела такая спокойная, но обиженная, и мы ездим, и опять все нас останавливают, конечно, и вы знаете, что я сделала? Я не включила свой прожектор силы, я его и не включила. Я как бы обиделась, да, на своего супруга, и сказала, а, разбирайся сам. Что вы думаете? Нас остановили, его вытащили из машины, а нашли там кучу каких-то нарушений, не знаю, откуда они вообще взялись, машину отобрали, поставили на штрафстоянку, а в итоге мне пришлось забираться на такси, я уже пожалела об этом, мне пришлось забираться на такси, а в итоге мы заплатили кругленькую сумму для того, чтобы вытащить машину со штрафстоянки, в общем, вот такой результат. Поэтому, дорогие друзья, я вам могу сказать, что мы с вами имеем дело с очень большой энергией, это энергия концентрированного сознания, которая уже, если сравнить наши чакры и маникулы, это у нас чакра Аджана. Как я себе понимаю, да, вот это наша волевая чакра, это чакра воли, то есть воля, концентрация, социум и так далее, то вот эта чакра Аджана, это чакра, если хотите, интеллектуальной воли, то есть это интеллект плюс сосредоточение плюс воля. И поэтому я вам просто хочу дать вот добрый совет. Если у вас есть определенные цели, определенные желания, сегодня мы будем об этом с вами говорить, просто не забывайте о том, что у вас вот здесь есть очень мощное орудие, очень мощное орудие, которое поможет вам в реализации ваших целей и желаний. Каким образом? Вы просто, имея свои цели и желания, вы направляете вот этот ваш прожектор внимания на ваши цели и желания и окружаете его вот таким сине-голубым светом. И у меня еще, знаете, вот такое, видимо было, как вот светящаяся такая каемочка по окружности. И просто скажите, я хочу, и так оно и есть. Я хочу, и так оно и есть. И чем больше вы будете это делать, тем больше будет расти ваша вот эта интеллектуальная сила, ваша интеллектуальная энергия. Энергия вашего интеллекта, энергия вашей интуиции. Да, я еще вам не сказала о том, что ажна это еще и центр интуиции. То есть у вас будет стопроцентное понимание того, стоит с этим человеком что-то делать, начинать какой-то бизнес или не стоит, стоит вам ехать куда-то или не стоит. Я вот, например, уже вообще со своей вот этой ажной не спорю. Вот она мне что-то толкает, что-то делать. Все, я говорю, так, я даже не спорю. Я даже не спорю со своей интуицей. Она мне говорит, надо идти, все, я иду. И потом я говорю, о, как здорово, какая молодец. Если меня что-то останавливает, если что-то говорит, то, старшенька, стой. Вот правда, если я останавливаюсь, говорю, как хорошо, что я останавливаюсь. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о реализации ваших целей. Ну что, дорогие друзья, кто смотрел мое видео, мужчина мне звонил, мужчина, который уже много месяцев мне звонит. Раньше он там все звонил, молчал. Звонил, молчал, по ночам молчал. И в 4 утра звонит и молчит, и так далее. Так что вот. Денежку он, конечно, не перечислил. Вот. Обещал. Сколько там он обещал? Мне 5000 рублей. Смотрите этот наш снимок разговор. Вот. Обещал перечислить на мой номер телефона. Сказал полторы тысячи. Потом он сказал, 5000 перечислить. Наверное, создатель неба и земли не принял ваши дары. Так что вот. Создатель неба и земли просил вам, мужчина, передать, чтобы вы мне больше не звонили. Чтобы бандит из Афганистана. Так что вот. И чтобы меня больше не беспокоили по телефону. Так что вот. Размышляя я, я бы не написала такую абзац, я бы не написала такую фразу. А так она просто вот родилась. Так вот. Я сейчас хочу вам составить некий инструментарий. Возможно, вам покажется, что я сегодня слишком серьезна. Но, видите, высшие чакры, здесь как-то трудно рассказать анекдоты. Потому что когда переходишь в матч, но уже близится общение с высшим, это у нас высшая чакра. Поэтому становишься таким сосредоточенным и поглощенным тем, о чем ты говоришь. Так вот. Самое главное, дорогие друзья, знать, чего ты хочешь. Это самое главное. Когда ты это знаешь, все остальное это дело техники. Поверьте мне, мы все с вами, и вы, и я, и кто угодно, имеем то, что мы имеем, благодаря тому, что мы хотим. Хорошо сказала. Кстати, тоже не готовлю эту фразу, сама родилась. Повторяю. Мы имеем то, что мы имеем, благодаря тому, что мы хотим. Вернее, благодаря тому, чего мы хотим в прошлом. Кстати, который является ничем иным, как биокомпьютером, мы вообще с вами биороботы в каком-то смысле, да. Вы должны вытрясти из него старые программы, просто взять, почистить мозг, да. Для этого есть много средств, я постоянно вам говорю, все же медитации и так далее. И загрузить туда новую программу. Каким образом? Новую программу мы загружаем с помощью желаний. То есть мы свои желания записываем, мы свои желания хотим, мы их структурируем. Затем мы начинаем с ними работать. И мы начинаем реализовывать то, что мы хотим. Вернее, будет сказать, не только мы начинаем реализовывать, но вся Вселенная начинает нам помогать. Как писал Дипак Чопра, он писал, что в тот момент, когда человек точно знает, чего он хочет, вся Вселенная бросается ему на помощь. Для того, чтобы его желание было реализованным. Поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь, создайте план, создайте письмо. И как бы вы пишете уже о том, что у вас произошло, но из будущего, понимаете? То есть, как будто вы пишете, там, пять лет прошло, и вы пишете, представляешь, там, Сашенька, Машенька, мы переехали туда, мы живем там, я зарабатываю столько-то, у меня такая-то работа, у меня такая-то семья, я похудела там за столько-то килограмм, да, я постоянно занимаюсь спортом, я живу в доме своей мечты. И подробно, подробно, подробно все это опишите. Почему нашему мозгу удобнее, скажем так, почему ему легче? Потому что, когда мы пишем из будущего, это как бы уже совершил. Понимаете, когда вот вы сидите и пишете, я хочу, там, повысить свою зарплату, там, в десять раз, там, либо в пять раз. У вас возникает такой подсознательный какой-то протест, либо тормоз, ну, как это, ну, мы типа и хотим, понимаете? То есть, все равно, вот, у мозга есть такое вот торможение, тормоз, такой ступор происходит. А если вы пишете уже как бы из будущего, да, и вы пишете, ты представляешь, я хотела туда переехать, я переехала, я хотела похудеть, я похудела, я хотела сделать вот это, я это сделала, понимаете? То есть, вашему мозгу это легче как бы реализовать. Вот, а, ну, это уже как бы произошло, то есть, это из будущего. Вот таким-то невероятным образом это происходит. Поэтому это вам домашнее задание. Дальше. Как достичь своих целей легко? Давайте, вот, запишите, пожалуйста, прямо сейчас за мной, запишите, как достичь своих целей легко. Прежде всего, нужно знать, чего вы хотите. Вы должны знать, чего вы хотите. Еще раз, дорогие друзья, я нахожусь здесь, где я нахожусь, с теми людьми, с которыми я нахожусь, потому что когда-то я этого очень хотела. Жизнь ведет мантры и божества. Но я хочу вам аум. И начинаем тянем все к грудью и затем выгибаем спину. Поехали. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ну что, давайте посмотрим тик-ток. Тик-ток Натальи Борисовны Правдиной. Ее короткие видео, такие шорт, такие шорт-видео. Может быть, надо поставить ближе, ближе сюда. Ну и так, в принципе, тоже нормально, хотя, может быть, вам не очень как-то видно. Тик-ток Натальи Борисовны Правдиной. Вот. Ах, сегодня у нас 12-е, 12-е, 2021 год. 12-е, 12-е. Ах, да. 12-е, 12-е, 2021 год. Вот, ух, да. Секретная фраза всех миллионеров. Ох, это, наверное, Наталья Борисовна на своей шикарной кухне, на своей вилле в Турции. Как она по-спортивному красиво одета. Ах, а здесь вообще волшебство новогоднее. Ах, красота, красота. Кстати, 18 числа будет новогоднее такое, знаете, сколько стоит? Сейчас посмотрим, сейчас на ее сайт зайдем, посмотрим. Воспользуйся энергией желт. Только сегодня подписывайся, закодируй себя на деньги и удачу. Нарисуй восьмерку на запястье и говори вместе со мной. Я кодирую себя на деньги и удачу. Воспользуйся энергией желт. Только сегодня подписывайся, закодируй себя на деньги и удачу. Нарисуй восьмерку на запястье и говори... Продолжение следует... Ну что, сейчас я открою мою страницу фейкбука. Сейчас у нас 18 часов 45 минут. 18 часов 45 минут. 12.12.2021 год. Ох, это мое видео трехчасовое, почти трехчасовое эксклюзивное видео. Сейчас я его в очередной раз, я снимала это видео 1 мая 2020, ну этого года, 2021 года. Сейчас его отправлю к Салманову Сауду, Михаилу Маратовичу Фридману, Василию Валяновичу и Денису. Это моя творческая студия позитивного мышления. Вы смотрите, кстати, очередную программу моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна и Максим Сауду, так что вот. А это мое самое лучшее видео, моя презентация, презентация себя, моей студии. Я уже 47 минут. Ох, такая какая красотка. Ну что, ненавидим все. Сегодня у нас делаю день с лета. С вами я. Это у нас Алмановна Макту Сауду. Это моя программа, мои творческие студии, любительное мышление и силы позитивной мысли. И вкратце в это самое время подъезжает симпросазовская машина, чтобы уверенно сидеть на сцену и сказать, я не леонид. Я преподожусь, я добился успеха, я преподожусь, и не леонид, потому что я бабушка. И это система работы. Я преподавала, я бабушка. Чтобы не все эти знания. А, очень приятно. Дадите. Ну, а уже у нас там не оборченную практику. Экспланированная мастера в волшебной, совершенно удивительная, удивительная, как сказала, такая волшебная фея, которая, в общем, передает покупать себе, продала больше, вот, физики, то есть, уделена множество из двух минут, и продана больше в двух сетей, но это не представляет, потому что, может, только по каждой женщине, он был в первый раз и я пил и узнал с его кровью, это будет вставить, как его власть в том, в том, что, как я уже говорил, это было не то, что я взял, в том, что пил, как я ищу, это испытание. Это испытание, это свое алмарк. Какой-то, для этого. Жена, которая там, она, это будет не объективно. В своем племенном понимании. Он даже взял вот такую бабочку, как он сказал, да, ну то он писал там, Я вас благодарю для вас, чтобы суверенно сидеть на столе и сказать, что я не обидел.